Всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своём канале Жизнь на Юге Англии. И сегодня у нас суббота, 5 февраля 2022 года. Мой канал существует уже 4 года. Ровно 17 августа 2017 года я впервые загрузила видео на свой канал. И вот сейчас вот такое длинное у меня предисловие. Почему? Потому что, друзья, я хочу поздравить себя и всех вас с тем, что у меня сегодня 70 тысяч подписчиков. Ура! А ведь ещё совсем недавно, в 2018 году, я поздравляла вас совсем с другой цифрой. Всем привет! Хочу вас поздравить, друзья! И прежде всего, конечно, себя. Вы знаете, с таким знаменательным событием у меня уже 2000 подписчиков на сегодняшний день. Я открыла свой канал. Всего лишь навсего в августе прошлого года. Это значит, вот за 10 месяцев мы с вами достигли подписки 2000 человек. Семьдесят тысяч подписчиков. Я очень рада этой цифре. Всем я вам, друзья, благодарна. Кому нравится смотреть мои видео, кто подписался на мой канал, кто участие принимает в дискуссиях, в обсуждениях, кто пишет комментарии. Я всех вас, друзья, люблю, помню. И я очень рада, что мне удалось достичь семидесяти тысяч. Я, вы знаете, недавно, две недели назад отпраздновала свой день рождения и просила своих зрителей сделать мне подарок моему дню рождения вот эту круглую цифру. Но мы немножечко-немножечко не успели. Всего лишь навсего на две недели позже. Я считаю, что это неплохо, друзья. У меня на сегодняшний день на канале 883 видео. Из них в открытом доступе 870. Ещё, вы знаете, друзья, есть у меня, конечно, мои любимые видео. И вот сегодня, раз уж у нас такой юбилейный, так сказать, выпуск, да, то внизу под этим видео в описании я вам дам ссылочки на те видео, которые я считаю, в общем-то, одними из лучших на своём канале. Недавно меня сестра моя, Танюшка, порадовала очень. Ей понравилось одно из видео, где я рассказывала о возрасте. И вот она, что сказала по этому поводу. Галь, просмотрела я твой сюжет. Самый лучший сюжет, какой я у тебя слушала. Может быть, я что-то ещё там не видела такого интересного. Но на сегодняшний день самый интересный вот этот. Я бы, конечно, хотела жить вечно. Я этим всем интересуюсь. Вот. Очень интересный сюжет про всё. Всё интересно очень. Ты много узнаёшь, много смотришь. Мне, конечно же, очень приятен отзыв моей старшей сестры. Так как она у меня старшая, я к ней всегда прислушиваюсь. Ну и если кому-то интересно, это видео, которое она похвалила, называется «Поговорим о возрасте». И тоже ссылочку я вам дам внизу в описании. Может быть, кто-то не успел посмотреть. Вот жаль мне, что у таких хороших видео очень мало просмотров. Ну и сегодня, друзья, у меня для вас будет такой небольшой сюжет об английском юморе. Вот тоже интересная такая вещь. Наверное, я его именно сюда и включу. Ну и ещё небольшие, коротенькие сюжеты, которые не попали в мои основные видео. Итак, друзья, давайте посмотрим. Купила себе новый календарь на 22-й год. И вот, читаю, что написано. Мальчики миссис Браун. Миссис Браун вот такая вот знаменитая актриса. Ну, вернее, мужчина переделанный под женщину. Подумала, что чудесный английский юмор, друзья. Вот вы знаете, хочу вам сейчас прочитать. Сначала вроде как-то даже и ничего. Ну вот, январь. Тут просто. Здравствуйте, моё имя. Агнеса Браун. Я чёртов лунатик. Вот. Ну, хорошо. Смотрю, февраль. Написано. Некоторые люди не то, что потеряли шуруп, они потеряли всю коробку с инструментами. Ну, вот. Такой тонкий английский юмор, да? Сейчас вот я говорю, я вам прочту. Меня заинтересовало. Думаю, что ж они тут нам из тонкого английского юмора могут дать. Ну, вот это вроде ничего написано. Если вы хотите завтрак в постель, спите на чёртовой кухне. Ну, как бы ладно. Здесь у неё такой оборот речи. Дальше. Я не толстая. Я отличница питания. Отличник питания как-то так. По-английски не читаю, а то опять меня мои некоторые подписчики очень умные и знающие. Затуркают с моим произношением. Так. Если место женщины на кухне, то место мужчины в гараже со всеми его чёртовыми инструментами. Вот так тоже. То есть это имеется в виду женщины против секса. Я так понимаю, чёртовые инструменты. Дальше. Бог должен любить глупых людей, потому что он сделал так много чёртовых чудаков. Вот тонкий юмор, да? Не знаю. Прям даже специально, вот понимаете, решила сегодня посмотреть все месяца. Обычно просто перелистываю на месяц, и вот новая тут записка. Так. И если я бы хотел слушать некоторых чудаков на букву М, я бы пёрнул. Ужас какой. Господи боже. Вот это да. Так, ладно, хорошо. Если ещё я вас не притомила, читаю дальше. Некоторые люди действительно заслужили того, чтобы их стукнули лопатой по башке. Вот типа того, что так. Стукнули лопатой по башке. Ну, там, чтобы им получить по башке лопатой. Так, мы живём в эру смартфонов и чёртовых глупых людей. And fucking stupid people. Может быть, знаете, если вот так вот читать по-английски, то кто-то, может быть, смысл не уловит, подумает смешно. Но лучше ли вам стало? Так, и последнее, да? А нет, это ещё ноябрь. Так. Лучший путь заставить мужчину сделать что-то это предложить, что он очень стар для этого. Слишком стар для этого. Но вот это неплохо. Это надо взять на заметку. Лучший путь подвигнуть мужчину что-то сделать, это сказать, что он слишком стар для этого. Ага, понятно. Так. И последнее. В девственных птиц я могу поверить, но найти трёх чёртовых мудрецов. Ну, как бы, ага. Я могу поверить в девственных птиц, но я не могу поверить. Это можно найти трёх мудрых людей. Так, что ли? Поправьте меня. Ну, и вот этот английский юмор чё-то как-то, вы знаете, он меня совсем не впечатлил. Это видео, которое я вам показала про хрюшек и розы. Когда хрюшки у меня на экране, там за кадром каркают вороны. А когда я стала показывать розы, вдруг чудным образом запели птицы. Я, вы знаете, даже ведь это не монтировала. Это всё живой звук. И вот такие вот иногда видео, они просто меня потрясают и радуют. А вот ещё вдруг неожиданное открытие, когда я гуляла по очередному городу. Вот кафе, называется Москл. Почему вдруг Москл понятия не имею? Я надеюсь, что канал мой дальше будет продвигаться. Я надеюсь, что мы будем с вами более тесно и активно контактить. Я очень рада, что я набрала столько подписчиков. Я никогда не ожидала, честно говоря. Вот. Ну, и я буду стараться, конечно, это меня стимулирует в дальнейшем. Я, конечно, буду стараться делать всё для вас. делать свои новые видео. Буду делать то, что я вам обещала. Постараюсь показать все регаты на нашем острове. Постараюсь показать все исторические места на нашем острове. И всё, в общем-то, что я знаю, интересует моих подписчиков. Ну, и, конечно, обычные повседневные ролики. Мы с вами будем гулять, говорить о жизни. Мы с вами будем размышлять и, может быть, даже сделаем прямую линию когда-нибудь, не знаю. Вот. Это всё, в общем-то, в будущем на моём канале. У меня громадьё планов, друзья. И я надеюсь их всех осуществить. Как говорится, от слов своих не отказываюсь. И хочу узнать у вас, выполнила ли я свои обещания. Вот прошло уже три года. Что вы думаете, друзья? Как мой канал для вас? Что бы вы хотели ещё здесь увидеть и услышать? Я, вы знаете, обязательно прислушиваюсь всегда ко всем вашим пожеланиям. И стараюсь отвечать на ваши комментарии по мере возможности. Хотя иногда, вы знаете, бывает такое, когда люди пишут грубо, переходят на личности. Вот. Не хочу уже, как говорится, даже перечислять. И всё это говорилось много раз. Просто я единственное, что могу здесь сделать, я буду чистить свой канал от грубиянов. А всех адекватных и добрых людей я приглашаю добро пожаловать на канал «Жизнь на юге Англии». И я надеюсь, друзья, что я вас не разочарую и в будущем. Всем спасибо. Всех вас люблю. Всех вас жду на своём канале опять. Надеюсь, до новых интересных видео, до новых интересных встреч. Всего вам доброго. Удачи. Берегите себя. Пока-пока.